Спасибо большое Николаю Васильевичу за его команде, за приглашение, за предоставленную возможность поделиться результатами уборки, результатами жатвы 2024 в Краснодарском крае, обсудить проблемы, которые не позволили нам получить урожайность еще выше, ну и обсудим вместе с вами, как избегать тех негативных явлений, которые были в условиях этого года. Когда мы с Николаем Васильевичем общались, он мне говорил, пожалуйста, конкретно, без вступлений, поэтому сразу перед вами слайд, на котором представлены особенности 2023-2024 года. Александр Валентинович облегчил мне работу или вот характеристику этих особенностей, он говорил о Ростовской области, в целом о юге России, и можно эти особенности охарактеризовать одним предложением. Сначала пшеницу залило, затопило, а затем засушило. Все вы знаете эту зиму, неимоверно влажную, у кого-то две нормы выпало за осенний-зимний период с ноября по февраль, у кого-то пять норм. Все это сопровождалось очень высокими, так скажем, температурами воздуха на 2-4-5 градусов выше среднем многолетних значений, абсолютно почва не перемерзала, пшеница росла, и надземная биомасса прибавлялась, и корневая система росла. Конечно же, безудержный рост сурной растительности, ну и сохранялась и развивалась всевозможная инфекция, что только может быть в почве и переходить на растения. И буквально в третьей декаде февраля дожди как будто прекратились, март, очень высокие температуры мартовские, уже с умеренным количеством осадков. Апрель с маем поменялись местами, в апреле настоящее лето, Александр Валентинович сказал, на 10 градусов среднесуточная температура превышала среднемноголетние значения в отдельные дни. Ну а у нас в целом на 5 градусов среднемесячная температура выше среднемноголетних значений. И если в Ростовской области в качестве ретарданта выступили поздние февральские заморозки, то у нас апрельская засуха и жара выступила в качестве ретардантов. Ну и потом в мае чуть-чуть попрохладнело, что положительно сказалось для урожая, для зимой пшеницы. Июнь страшно сухой и жаркий, помните уборку практически без единого дождя. И вот если коротко сконцентрировано, значит, что нам, что лимитировало все-таки и урожайность, и качество или содержание белка в зерне. Вот в условиях 2024 года на первое место мы ставим промывной режим в почве из-за обильнейших осадков, даже не обильных, интенсивных, а обильнейших. Очень высокие температуры воздуха и длительный бездожный период в марте-апреле привели к саморегуляции циноза интенсивной. Побеги кущения у нас сбрасывались, мы очень волновались, что же будет с урожаем, поскольку продуктивная кустистая особенность. Это основа основ, да. И, как я уже сказала, высокие температуры апрельские сработали как ретарданты. Все вы видели пшеницы свои, что они были низкорослыми, значительно ниже высота растений, чем в предыдущие годы. И, конечно, состояние почвы оказывало влияние на урожай и его качество. Это недостаток воздуха в почве из-за чрезмерного переуплотнения, переувлажнения, переуплотнения. Когда закончились дожди, наступили высокие температуры, почва превратилась в бетон, так скажем. А, в свою очередь, недостаток воздуха в почве – это слабое или вообще полное отсутствие нитрификационных процессов. И то, что мы в почву вносили, оно растениям было недоступно. Ну и вот уже результаты мы представляем. Честно вам говорим о том, что мы счастливы, что получили мы в край такой урожай. Не ожидали. И когда твои ожидания превосходят результат, это замечательно. В прошлом году была ситуация с точностью до наоборот. Были великолепные тучные мощные посевы, а первые результаты уборки всех шокировали, потому что все ожидали значительно больше. Но имеем то, что имеем. И вот в среднем по краю мы получили урожай 64,9 сантиметра зерна с гектара. Это второй результат за всю историю земледелия Кубани. В 2022 году был рекорд 67,4. В этом году чуть-чуть не дотянули до 65. И я здесь представила урожаи по зонам агроклиматическим или почвенно-климатическим. У нас 5 зон. Это северная, центральная, южнопридгорная, западная, дельтовая, она патаманская. И вы видите, они ранжированы по площадям. Северная зона у нас самая мощная по пшенице. Более 700 тысяч гектаров там возделывается. И великолепный результат был получен в условиях северной зоны. 62 сантиметра получили на круг. Эта зона у нас характеризуется резкоконтинентальным климатом. Всегда летом суши и жарче, и зимой холоднее. Лидировала, конечно же, центральная зона Краснодарского края, Сердце, Кубани. Вот с площади 544 тысячи гектаров получили по 71 сантиметру. Очень хорошие результаты были получены по западной дельтовой зоне. Это три района там у нас. Рисовая зона с очень сложными плотными почвами. 65 сантиметров на круг. Это очень хороший результат. А что касается районов, то Тихорецкий район сам очень счастлив. И мы радуемся. Впервые в истории они получили с площади 63 тысячи гектаров по 69 сантиметров. Это такой прогресс и успех. Белогринский район, вы все его хорошо знаете. Сложный район. Большая площадь там. И, пожалуйста, почти 67 сантиметров они получили на круг. Лидировал, конечно, в край Тбилисский район. Вы знаете по рекорду, который был получен в Тбилисском районе. И вот с площади 31 тысяча гектаров по 77 с половиной сантиметров. И многие не верят результатам, полученным в Приморско-Ахтарском районе. Там большое количество фермеров. Фермерская республика. Но с площади 41 тысяча получили по 77,3 сантиметров. Там такие фермеры урожая в основном все под 100 и за 100. И вот Андрей Николаевич Коробко, подводя итоги уборочной страды, сказал о том, что урожай пшеницы в этом году на 80% состоит из продовольственного зерна. Поскольку мы знаем, что многие сельхозтоваропроизводители, крупные холдинги особенно, недовольны качеством. И в первую очередь, кто виноват? Селекция, сорта, да? И вот хотим вам представить, очень большие были проведены исследования, подсчеты. За счет чего же мы в этом году в Край получили вот такой великолепный результат. Игорь Николаевич Кудряшов, доктор наук, руководитель опытов по паспортизации сортов, проанализировал хозяйственно-ценные признаки уазимой пшеницы, которые в максимальной степени отвечают за урожай или формируют урожай. Вы можете видеть, что урожайность в среднем под 912 сорта опытом составила в 2024 году 80,1 центра зерна с гектара. И это больше на 6%, чем в среднем за последние 5 лет, с 2019 по 2023 год. Это второй результат после 2022 года. Хочу обратить ваше внимание на количество колосев. Это важнейший, на метр квадратный, это важнейший показатель, определяющий урожайность, определяющий емкость циноза. Количество колосев на единицу площади. Вы можете видеть, что он составил 492 колоса на метр квадратный. И это всего-навсего 82% от среднего значения за последние 5 лет. То есть, то, что я говорила, в апреле был сброс побега-впущения, посевы были осветленные, изреженные в результате такого явления. Но хочу обратить ваше внимание на массу зерна с колоса, которая в этом году составила 1,64. И это 124% или на 24% больше, чем в среднем за последние годы. Самые крупные колосся сформировались в 2024 году. То есть, урожай сформировался практически во второй половине, на последних этапах вегетационного периода антогенеза. И вот, что касается качества, вы видите, что содержание белка, это 89% от среднего за последние 5 лет. Самый низкий показатель по содержанию белка. И обратите внимание еще и на натуру. В среднем, вот по 912 сорта опытом, это 837 грамм на литр. 107% к средней за 5 лет. Самое высоконатурное зерно. То есть, урожай мы получали за счет количества зерен в колосе, массы зерна с колоса, массы тысячи. Масса тысячи в условиях этого года очень мощная, так скажем. Это все порядка 45-50 и более грамм. И зерно было очень тяжелым, высоконатурным. Есть примеры, когда в хозяйствах на сорте Алексеевич получали натуру, определяли 866 грамм на литр. Вот откуда у нас урожай. Конечно, мы всегда счастливы, когда получаем высокий урожай за 100 центнеров у нас на делянках. И здесь мы вам представляем максимальные урожаи, которые были получены в опытах по паспортизации. На высоком агрофоне, по предшественнику Эспарцет, это среднее 12 агровариантов. 24 сорта в опытах по паспортизации сортов изучается. И 10 сортов превысили порог 100 центнеров зерна с гектара. И обратите внимание, что это все новинки. Это все новые сорта, которые или в этом году, или в следующем будут вноситься в реестр. И мне хотелось бы, чтобы вы запомнили название, такое как ЦАЦА. В последние два года этот сорт занимает первое место в опытах по паспортизации. Вот в этом году это 111 центнеров зерна с гектара. Урожай мог бы быть и выше, но в июне у нас прошел там сильный град. И когда мы приехали после града, мы увидели там зерновые реки. Поэтому вот такие цифры. Великолепные результаты новый сорт дюна показывает. Копье, милаш, анил, гелиус-15, энергия, эмма, ржев. И здесь я специально представляю вам сорт век. У него урожайность чуть ниже, чем 100 центнеров, но содержание белка в зерне 14%. Это столько же, сколько и у сорта безостая 1, которая является эталоном зерна по качеству в мире, мировой эталон. И вот при урожайности на 2 тонны или на 20 центнеров выше, вот такое содержание белка. То есть этот сорт век сочетает в себе высокое качество зерна с высокой урожайностью и превосходит сорт безостой 1 по сбору протеина и так далее. И тоже вы можете видеть здесь очень высокие показатели по натуре зерна. Еще больше нас переполняет чувство гордости, когда вот такие высокие урожаи, большие урожаи получают в производстве уже на больших площадях. И специально я привожу здесь таблицу с урожаями по Белоглинскому району. Я не привожу вам по центральной зоне, по Тбилисскому району, потому что там очень благоприятные условия. Вот белая глина, она соседствует и с Ростовской областью, и со Ставропольским краем. И пожалуйста, посмотрите, это хозяйство многие знают, оно семеноводческое, покупают там семена, 15 тысяч гектаров пшеницы, и в этом году получили они среднюю урожайность 83 центнера. Замечательно сработали. И на больших площадях уже новая сорта у них, это наш партнер, надежный, постоянный. Здесь представлена урожайность и по благоприятному предшественнику горох, и по сложному предшественнику подсолнечек. И вы видите, что урожай здесь всё за 80 центнеров, и это не с делянок по 15-20 метров квадратный, а вот уже и тысяча, и 800, и 200, и 600, и 1200. Очень любят они сорт Россыпь, и тоже мы хотим обратить ваше внимание на этот сорт. С вот такой большой площади они получили урожайность по 85-84 центнера, ну и так далее. Тоже в средствах массовой информации прошли данные, полученные в Песчанокопском районе, в хозяйстве имени Кирова. Здесь демонстрационный посев они представляют, где работали на максимальное раскрытие потенциала сорта. Всё было для этого сделано, 28 сортов там было представлено в этом демонстрационном посеве, и 19 показали урожайность свыше 100 центнеров. И тоже вы можете здесь видеть, что, как правило, это новинки селекции, которые вот сегодня начинают, можно сказать, свою жизнь в производстве. И урожай за 100 центнеров, там делянки, но очень большие, да, и здесь содержание белка высочайшее, масса тысячи зёрен представлена, натура тоже всё 800 и выше. Вот много вопросов по качеству зерна, и у нас в институте проводилась конференция, так скажем, онлайн по инициативе Министерства сельского хозяйства. Ряд холдингов нашей страны обратились к министру сельского хозяйства, как Саня Николаевна Лут, с озабоченностью или с вопросом о качестве зерна. В этой конференции участвовали и представители крупных холдингов, и крестьянско-фермерских хозяйств, и сельхозпредприятий, не входящие в холдинги, обсуждали эту проблему, и никто, ни один человек не сказал, что сорта ваши виноваты. Кто только не выступал, все отмечали большое разнообразие сортов по качеству, и определили, что же стоит во главе угла для получения зерна высокого качества. В первую очередь это генотип, то есть сорт с наследственно высокими технологическими свойствами, то есть должны быть сорта возделываться, сорта сильной и ценной пшеницы. Но когда к нам приезжают представители сельхозпредприятий, мы общаемся, и Людмила Андреевна спрашивает, ну что, какие вам сорта предлагать, для вала или для качества? В один голос все говорят, вы давайте нам то, что дает вал, а качество – это наша проблема. Мы сами качество себе сделаем то, которое нужно, а какое качество нужно? Вот и на этой конференции говорили, 12, 12,5 белок – самый ходовой товар на рынке. Разницы особой между четвертым и третьим классом нет, зачем нам нести затраты? А из воздуха качество не получится. Следующий момент важный для того, чтобы получать зерно высокого качества, или какое мы хотим, это технологии возделания. Целый комплекс моментов там. Мы забываем, какие у нас севообороты, какие они сегодня и какие они были несколько десятилетий назад, где наши многолетние травы, где наши зерно-травяно-пропашные севообороты, они ушли в предание. Мы балуемся сроками сева, мы не всегда сеем рекомендованными нормами высева, а все должны знать, что чем гуще посев, тем хуже будет качество. Это конкуренция за элементы питания. Ну и безусловно, кто вносит у нас сегодня минеральные органические удобрения, это по пальцам, наверное, можно посчитать на одной руке. Ну и безусловно, эта погода определяет качество зерна. Все мы знаем, что мы работаем под... Цех у нас под открытым небом, работаем мы в неконтролируемых условиях среды, а что в очень сильной степени там модифицируется технологическими приемами. Что касается селекционеров, селекции, то, пожалуйста, вот наши сорта распределены по качеству. Сорта, которые внесены в реестр не нами, а центральной госкомиссией, да, или лабораторией, которая определяет качество. Пожалуйста, сорта сильной пшеницы, это второй класс. Содержание белка не менее 14%, гликовины 28%, целый ряд сортов. Ценная пшеница, пожалуйста, филера у нас, вот, пальца в одной руке хватит, хотя Таня у нас филер, она занимает сорт миллионик, да, больше миллиона гектаров. Никто сейчас на Таню не пожалуется, не по уражаю, не по качеству. То есть, что касается селекции, здесь мы считаем, что вопросов к селекции не должно быть, а вопросы по качеству зерна, это экономика. Мы всегда говорим, что если бы был заказ вот для сельхозаваропроизводителей, нам нужно произвести там в 25-м году миллион тонн зерна второго класса. И мы у вас купим его по такой цене. Я думаю, что каждый сидящий здесь в зале способен это сделать, войти в эту программу. Но, к сожалению, у нас нет плановой экономики, у нас рынок, и поэтому кто во что гораст. 12,5 есть белок и достаточно. Вот так. Ещё один момент я хотела с вами обсудить, из-за чего мы недополучили урожай в Краснодарском крае, в Ставропольском крае. Я думаю, что, я сама это не видела, но думаю, что есть. Это проблема осеннего внесения гербицидов, неразрешённых, не включённых в список, в этот большой справочник, перепадали дожди, падалица, и рапс, и горох, и подсолнечник, безусловно. Ну вот, это у меня кадры из Ставропольского края. Крупное хозяйство обработали больше тысячи гектаров семенных посевов балериной и примадонной. Гормональные препараты на основе 24D весной звонят, а что нам делать? Вот у нас вот такая вот пшеница. Обработали осенью. Причём, значит, ситуация была такая. На Тане, которая на момент обработки была более развитая, такое встречалось явление, но в меньшей степени. А сорта среднеспелые, среднепоздние, это вот не колосья, а грыжеподобные выросты какие-то, да? Какие там семена? Урожаю собрали, и вроде бы даже неплохой. Но что из них вырастет? Это гормональные препараты, они обладают мутагенным эффектом. Что вырастет, трудно сказать, время покажет. Даже мы не можем сказать, что это, как они будут прорастать, корнями вверх, какой будет потом потенциал. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае и в Тимошевском районе моём родном. Фермеры и Причником поработали, с РАПСом боролись. Но вы же хотя бы проконсультируйтесь, спросите. В Белоглинском районе такая ситуация случилась, я знаю. Так что я вас убедительно прошу. Осенью, это очень важно работать с осени гербицидами. Мы у себя в институте уже в течение многих лет используем гербициды осенью. Но они у нас проверенные. И, пожалуйста, Алистер Грант внесён у нас в список. Вот вы им работаете. Сертоплюс внесён, работайте. Но ни в коем случае теми, которые я назвала, которые на основе 2-4D. Или хотя бы фазу ждите уже нормальную. Если это положено в кущение, значит в кущение, а не когда 2-3 листа. Вот это проблема. Урожай из-за этого недополучен. Был в ряде хозяйств. Теперь вновь мы возвращаемся, так скажем, к пшеничному ковиду. Вирусы, они захлестнули буквально и Краснодарский край, и Ставропольский край, и Ростовскую область. До сих пор специалисты из Россельхозцентра, вот в нашем, в Краснодарском, они не признают проблему вирусов. Да мы, ну результаты, ребята, вот результаты. И это не просто мы их придумали. Это уже в институте карантина определено, очень большая, серьезная работа. Мы увидели то, что сильнейшее поражение вируса в марте месяце. Растения отобрали, отправили в институт фитопатологии и в институт карантина. Значит, из института карантина поступает такая информация. С частью растения не работали, потом часть растений высадили в теплицу. Буквально через 10 дней все эти растения, которые наши, краснодарские, они все были облеплены тлей. Тлю проверили, она вероформная. То есть заражение произошло с осени, зима прекрасная, мягкая, все там сохранилось. Вот в условиях теплицы температурный режим подходящий, произошло отрождение, пожалуйста, пышным цветом тля. Приезжаем в хозяйство, рассказываем, что вот так вот посевы, я вам передать не могу, в каком состоянии. Все желто-красный, получили там на тех посевах по 30-35 центнеров, урон нанесли. Главный агроном по защите растений говорит, ничего не знаю, у меня тля появилась 8 дней назад. Вот огромное количество вирусов было выявлено при первоначальном анализе. Потом это ПЦР-диагностика, и потом дальше вирусов выявили еще больше. Здесь вот мы вам представляем их кратенькую характеристику, кем чем переносятся. Это большая проблема, переносчики вирусов. И все говорят, сорта ваши вот такие, опять же, пожалуйста, введите селекцию. Мы селекцию ведем. Мы знаем сорта, которые в меньшей степени поражаются одним вирусом. Но в следующий год превалируют другие вирусы, и эти сорта поражаются. Вот мы вам приводим пример. Алексеич, вирус полосатой мозаики пшеницы нормально, в смысле поражается. Вирус желтой карликости, ячменя и так далее, не выявлены. И так дальше по другим сортам и вирусам. Значит, основа борьбы с вирусными болезнями. Это манипуляция сроками сева. Кто будет сеять рано, раньше оптимальных или в ранее оптимальные сроки. Кто не будет протравливать семена с инсектицидным компонентом, использовать протравители. Ждите вот такой вот страшной ситуации. Причем уже доказано, что ряд вирусов передаются семенами. Нам это с вами надо? Я думаю, что нет. А уж обработать семена так, как положено, и не сеять под дождь, как сейчас звонят и говорят, давайте нам быстрее семена. Мы начинаем сев, Херсонская область, например, и Запорожская. Мы начинаем сев с 5 сентября. Так, это нормально? Ну, так было раньше и в Ростовской области. Сначала мы любуемся газонной травой, а весной плачем, потому что все это перерастает, полегает, поражается болезнями. Ну и что, гелопсы, они вредят как товарным посевам, и в особенности семеноводческим. Ребята, проблема большая, решается чем? Обработками почвы. Гербициды сложно подобрать, потому что гелопс родственник ближайшей пшеницы. Масса сейчас мы наблюдаем, приезжаем, коричневое поле, а это уже гибриды, понимаете? Легко скрещиваются эти гелопсы с пшеницей, биомасса у этих гибридов огромная, тянут на себя все питательные вещества. Пшеницу удобряем, а на самом деле пшеница там кое-где, кое-как, а пышным цветом вот гелопсы, причем гибриды. Так, если позволите, если у меня еще время есть, буквально хочу вот... Одну минуту. Одну минуту? Значит, роль свою я, задание Николая Васильевича я выполнила, о основных моментах, которые нам помешали получить урожай выше, я сказала. Ну и все-таки мы же должны не останавливаться на достигнутом, растет народонаселение, и у нас в стране, и в мире. Меняется климат, меняются технологии возделывания, меняется структура и культура питания, и все это диктует нам то, что нужно увеличивать урожайность, повышать валовые сборы. За счет чего? Безусловно, за счет сортов, за счет генофонда сортов, который должен доминировать над средой. Безусловно, это сортосмена и сортообновление, технологии и так далее. Что касается нашего института, то селекционная программа у нас работает эффективно. Мы создаем новые сорта с более высокой урожайностью, качеством зерна и другими хозяйственно полезными признаками. За последние 7 лет здесь 45 сортов мягкой пшеницы внесено в реестр. Также и по твердой пшенице много новинок, и по тритикале. У нас созданы сорта другим цветом, которые будут внесены в реестр в 2025 году. Но у нас созданы сорта, которые сейчас изучаются в государственном сортоиспытании, в конкурсных сортоиспытаниях на последних этапах в 2026, 2027, 2028 и в 2030 году. То есть селекционный конвейер по созданию сортов пшеницы и тритикалия у нас работает бесперебойно, благодаря нашим большим объемам. Здесь вот видите, я фотографии поместила Павла Пантелеймолча Луктяенко, основателя нашей школы, Людмила Андреевна Беспалова, школу эту сохранила, развила, и в этом году получила большую награду от президента. Она стала героем труда России, мы все очень рады этому. В 2024 году в Ставропольском крае, в Кочубеевском районе, в колхозе Казминский, Александр Васильевич Остриков, главный агроном, так сказал. Посеял он его на площади 31 гектар, получил урожайность 82,4 центнера. Говорит, а содержание белка без малого 16%. Что-то еще нужно комментировать? Думаю, что нет. Эталон по качеству. И сегодня в опытах по паспортизации этот сорт у нас внесен как стандарт по качеству. Новый сорт Хит. Основные его достоинства – это высокая устойчивость к фазарюзу колоса и твердой головни. Вот мы с коллегой рядом сидели, обсуждали проблему твердой головни. Каждый год, несмотря на то, что все протравливается, никто не сеет сейчас непротравленными семенами. Проблема твердой головни каждый год. Сорт Хит позволит эту проблему решить, потому что он у нас один из самых устойчивых к твердой головне. Пропускаю. Ну, разрешите еще 2 минуты. Новый сорт Арена. Высочайшее качество зерна, высочайшее физическое свойство зерна. Внесен как ценная пшеница. Мы в этом году его широко уже реализуем. Заказы на этот сорт большие. Этот сорт сочетает в себе несочетаемое. Высокий уровень морозостойкости. Он создан по программе селекции сортов с устойчивостью к абиотическим стрессорам. То есть на высокую морозостойкость, за сухоустойчивость. Набоков Геннадий Дмитриевич, автор этого сорта. И первые 2, это Боровик Александр Николаевич. Вот селекционер, ему скоро 50 лет, он считается молодым селекционером. Уже 2 таких замечательных сорта, причем Цаца и Дюна, это тоже его. Значит, высокая урожайность, высокое качество зерна, скороспелость и высокая морозостойкость. Что еще нужно? Районирован сразу по 5-му, 6-му и 7-му регионы, даже не 8-му. А это средняя Поволжья с очень суровыми условиями. Еще раз его. Как не рассказать вам о сорте Эмма? Это сорт лесостепного экотипа, крупноколосый, ценная пшеница по качеству. Один из самых крупнозерных сортов. Несет генетическую информацию от твердой пшеницы. То есть это засухоустойчивость. Мы знаем, что твердая пшеница засухоустойчивее, чем мягкая. Вот, пожалуйста, сорт Эмма. Он включен в список ценных, я уже сказала. В прошлом году в семеноводе, сегодня о нем уже говорили, урожайность составила 87 центнеров, и белок почти 15%. И вот уже, вот здесь, смотрите, в 2024 году и на Северокубанской станции, и у нас, в экологическом сортоиспытании, какие сумасшедшие прибавки он к стандартам давал. О еланчике все знают. Школа в этом году, рекорд, все читали, слышали. 109,7 центнеров в Двилисском районе, в хозяйстве Шевченко, зарегистрировано в Книгу рекордов России. По четырем регионам сорт районировал. Спрос необыкновенный. Семян у нас уже, к сожалению... Я и Лобарис, мы убиваемся. Ага, двуручка для поздних сроков сева обязательно. В каждом хозяйстве должен быть этот сорт. Посмотрите, какой хлеб великолепный у вызова. Так, Мане. Высочайшая жаростойкость и засухоустойчивость. Сорт Людмилы Андреевны. Пожалуйста, заказывайте, семена еще есть. Год кольчуги. Там я вам показывала высочайшие результаты. И здесь вы можете видеть, как он превосходит гром, который все любят. И вот в 2024 году результаты. В разных районах края и не только. Вы видите, что это все за 80 под 100 центнеров. 97,7 в Тбилисском районе, 95 в Новокубанском. Хорошо. Значит, больше меня Николай Васильевич не будет приглашать. Победа, 75 с агроэкологическим адресом. Знаете, я что хочу вам показать? Как же вас не приглашать? Товарищи, хочу вас предостеречь от высоких норм высева. Ни в коем случае не загущать посевы. Не сея. Во-первых, у нас много сортов, которые требуют пониженных норм высева. Вы здесь их видите. Потом у нас же, мы же не 20 век, чтобы сеять по 300. Значит, в каком-то году уже, в начале, наверное, века, мы были в Тихорецком районе, в Фасте. И спрашиваем агронома семеновода, а какая у вас средняя норма высева по хозяйству? 306 килограммов. Можете себе представить? Это запредельно. Закапывание денег в почву. Значит, изменились технологии, изменились сорта. И еще раз повторяю, что загущенные посевы – это качество неждителей. И вот наши аналитики посчитали. Вы должны таблицу сфотографировать, этот слайд, и все время ею руководствоваться. Вот в 2008 году в Краснодарском крае средняя норма высева составила 263 килограмма на гектар. Всех репродукций. Это уже 21 век. А в 23 году уже 212 килограммов. То есть экономия 51 килограмм получается. И вот экономия за счет семян – это 1,5 миллиарда рублей, товарищи. Это в целом по краю. А вы в своем, каждый в своем предприятии, в фермерском хозяйстве или в холдинге должны об этом все время помнить и не загущать. И здесь вот Александр Валентинович говорил о глубине заделки порядка 5-6 сантиметров. Позвольте не согласиться. Наши сорта, сорта краснодарской селекции на такую глубину сеять нельзя. Поэтому не больше 4. Вот даже будет 4,5, будет прыгать селка. Кущения не ждите. Нет кущения – минус урожаю. Наши сорта, практически все двугенные карлики, до 4 сантиметров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok